Очень рада показать, кто, с чем и как работает наша команда, рассказать вам всем, чем мы занимаемся каждый день и как, собственно, делаем для вас категорию wellness, ну и на вейш, потому что, собственно, я работаю над этими двумя категориями. Вот. Тогда листается ли презентация? Листается. Все хорошо. Супер. А то я очень сейчас переживаю, что я нажмакаю куда-нибудь не туда. Сейчас буквально три секунды. Я скажу, что запись будет, и я ее уже включила, поэтому сначала выключилась, потом опять вышла в сеть. Все нормально. Собственно, на слайде. Наша команда небольшая из трех человек, которые для вас из каталога в каталог каждый день с 9 утра до 6 вечера работают над категориями wellness и на вейш. Собственно, у нас такой небольшой, но очень дружный отдел. Вот. Мы как-то так сдружились с самого первого дня, потому что все разделяем самые главные ценности wellness, ценности на вейш. Вот. Любим красоту и здоровый образ жизни, как я это называю. Собственно, копирайтер Анастасия Морозова, которая... Я даже тут нашла каталог, который пишет мне вот эти тексты в каталоге. А на самом деле, казалось бы, вроде что там такого сложного написать текст про какие-нибудь мультивитамины и там перечислить состав или написать, когда с чем нужно смешивать протеиновый комплекс. Вот. Но все это тоже большая работа, потому что все эти микро какие-то предложения, казалось бы, в каталоге тщательно проверяются, согласовываются, смотрятся все эти рецепты, придумываются. И иногда, на самом деле, даже тестируются, чтобы понимать, что рецепт, который мы там придумали, написали, он действительно вкусный и полезный. Вот. Сейчас работаем... Такой спойлер небольшой. Работаем там рецептами в отдельном разделе каталога в будущем. Вот. И там будет мой личный рецепт, и вот его мы будем действительно тестировать, потому что, ну, реально ли он настолько вкусный или только мне кажется. Вот. Оля Кёник, дизайнер нашего отдела, то есть это человек, который, наверное, знает, как правильно расположить любой там текстовой блок, любую картинку, любую иконку, чтобы это смотрелось красиво. И главное, чтобы это было понятно, чтобы, когда вы открыли каталог, вы понимали, что, что значит каждая иконка. То есть все эти иконочки, которые там есть, например... Так переживаю, чтобы рассказать вам самую важную, интересную информацию, что забыла закрыть страничку. Например, всякие иконки, которые нарисованы вот здесь вот в каталоге, вот, там дальше будет слайд, иллюстрации, да, они все нарисованы нами вручную, и у нас тоже есть такой отдельный внутренний тест, когда мы рисуем иконки, и просто потом смотрим, вообще похоже ли это, понятно ли это, что это обозначает, и можно ли там без сопроводительного текста четко считать, что это, что значит эта иконка. То есть для нас вот такие штуки очень важны, вот, потому что мы в первую очередь всегда думаем о вас, чтобы вам было все понятно максимально. Катя, можно я буквально два слова вставлю про девочек, да, чтобы не было ощущения, что коллеги работают только над каталогом, да, во-первых. Это такой всесторонний охват вообще wellness, innovation, блоков в рамках digital коммуникации, в рамках каталожной коммуникации. И это не только, так сказать, написание собственноручных текстов, но и это очень важно, что мы готовим и адаптируем вместе, вот, соответственно, вот с этой трио, трио прекрасным, все глобальные материалы сейчас у нас в работе, и глобальный, да, такой большой запуск, тоже небольшой тизер Елениного обучения. Можно спойлерить так или нет? Можно, мы с тобой хозяйки, да, Еленинка обучение. Ключевая информация будет уже 29 марта на Аурефесте. И, конечно же, вот ту книгу рецептов, да, вот конкурс у нас недавно прошел, которая будет выпущена в ближайшие пару-тройку каталогов, мы будем делать так же вместе. Давай, Катюш, продолжай. Да, вот как-то я просто хотела от каталогов как раз плавно так перейти в диджитал, потому что, конечно, мы смотрим в диджитал пространство, обогащаем наш сайт совсем недавно. Я думаю, что вы заметили, появился на сайте wellness-гид онлайн, где там показаны, ну, wellness-продукты показаны с точки зрения не просто как какие-то коробки, добавки или что-то, а с той точки зрения, что их можно внедрять в свой обычный рацион. Там супы, какие-то, ну, в общем, красивые расплатки. Мы тоже все это делали, полностью продюсировали всю эту съемку, вот, чтобы вам было на сайте потом классно наблюдать за красивыми вкусными картинками. И, собственно, это, может быть, натолкнуло вас на какие-то идеи о том, как можно использовать продукты wellness. Собственно, так мы смотрим в диджитал, постоянно занимаемся как раз апдейтами в плане сайта, адаптируем всевозможные, как ты сказала, материалы для обучения. То есть это тоже большой такой объем с точки зрения продакшена. То есть это не просто, казалось бы, нам пришел там видеоурок, и мы его залили на сайт сразу же. То есть это перевод, создание, ну, то есть подборку, условно говоря, там, звука, который будет озвучивать, да, голос, который будет это все озвучивать для вас. Вот, чтобы все было прям максимально классно, вкусно, приятно. Елочки. Да, чтобы прям хотелось это все послушать, впитать всю эту информацию. И, ой, я даже не знаю, кажется, вроде иногда вот сейчас... Ты воспринимаешь это как должное, да, как часть твоей работы, но у нас... Да, я сейчас перейду немножко к себе, расскажу про себя. Собственно, я директор всей этой команды, и я в дизайне уже больше 10 лет. Я сейчас вот перед вебинаром думаю, сколько я лет в дизайне. А я уже, на самом деле, ну, сильно больше 10 лет в дизайне. И для меня это такая everyday работа, я все время что-то создаю. Так сложилось исторически, что я вот уже, наверное, лет 6 или 7 работаю только в beauty-индустрии, над разными проектами. И, ну, как-то так повелось. Вот. И здесь тоже как бы вот то, чем мы занимаемся, это для меня такое просто... Просто моя классная работа, которую я очень люблю. И совсем, на самом деле, недавно я нахожусь, собственно, в Reflame. И веду, по сути, Wellness Innovage как две категории с самого начала, можно сказать, появления этого отдела. Потому что отдел появился не так давно. Не скажу, что с моим приходом, но... Ну, буквально там месяц до твоего прихода он появился, если честно. Да, до твоего прихода. Вот. И как-то так сложилось очень... Ты просил рассказать эту личную историю. Да, да, да. Поэтому я удовлетворяю твой запрос. Я совершенно случайно, ну, как бы оказалось... Не то, что случайно, то есть меня пригласили на собеседование в Reflame. И, если честно, я не особо... Ну, как бы я знала, что это будет связано с дизайном, куда же мне еще идти. Вот. Но у меня не было понимания, в какой департамент меня определяться. То есть как-то мы это не оговаривали. И, ну, как бы для меня, в принципе, бьюти-компания, да любой департамент будет классным. Вот. Любая секция, все мне будет интересно, потому что я это люблю. И мне на собеседовании говорят, а что ты думаешь про Wellness Innovate? Я такая думаю, я что-то слышала про Wellness краем уха. А совершенно случайно познакомилась, там, может быть, за полгода до этого, с пребиотиком Wellness. Попробовала его. Мне понравилось. Думаю, странно. Рефлейм начал делать. Вроде всегда была бьюти-компания, всегда были какие-то только там средства по уходу, там, за лицом, косметикой. Какая-то продуктовая штука появилась. Что-то интересненькое. Вот. И поскольку я как бы особо ничего не знала про Wellness, ничего не знала про Novage, но знала про Wellness уже что-то, наверное, на этапе пребиотика, я думаю, ну, я, в принципе, за Wellness Innovate, давайте. И так получилось, сложились звезды, что я безумно счастлива находиться в этом отделе и делать мир не только красивее, но еще и здоровее, благодаря тому, что мы работаем над классными продуктами, которые реально улучшают качество жизни. Вот. Я сама уже стала таким, мне кажется, за... Какой я работаю? За полгода, условно говоря, работы. Стала таким Wellness адептом, но это все мне сильно близко. Потому что я сама занимаюсь спортом, занимаюсь триатлоном и нахожусь постоянно в таком вот реально Wellness образе жизни. Вот. И для меня там принимать витамины утром – это норма. И как бы принимать Wellness Pack утром – это еще и очень просто. Когда ты берешь один пакетик, принимаешь его и все, целый день свободен. И точно знаешь, что классные полезные витамины попали в свой организм. Ну, вот. Перепробовал уже всю продукцию, кроме тех, которые содержат животный белок, потому что просто я содержусь веганского питания. Вот. Но прям могу честно сказать, все супчики – это прям вообще must-have в моем рационе. Вот. Это такой небольшой спойлер к тому, что будет дальше в нашем вебинаре. Вот. Поделюсь с вами своими лайфхаками. Вот. Собственно, немножко обо мне. И, наверное, переключусь на следующий слайд. Не зря показываю... Подожди. Да, я еще вот это покажу, что вот этот сертификат, который вы все имеете честь получать в рамках прохождения тестирования по тренингу продукты Wellness, создавала Катя. И впервые в рамках вот этой сертификации мы сделали их персонализированными с точки зрения спикерского состава и возможности получить подписи спикеров даже в формате онлайн-сертификации и онлайн-получения теста. Поэтому браво, Катя! Мы вводим... Мы не смотрим на, так сказать, процессы, знаешь, так сказать, как повелось. Создали просто сертификат и все. А мы стараемся сделать так, как еще до нас никто не делал. Вот это круто. Я очень рада, на самом деле, ты сказала про сертификат. У меня даже совершенно из головы уже вылетел. Хотя вот... А я так же подготовилась. Ты подготовилась на сертификате. Кстати, вот использован кадр для съемки Wellness, ну, онлайн-веллански, да, который мы делали, собственно, на сайте. Вы можете его найти. Вот, он уже загружен. Это, кстати, была моя первая съемка в рамках Wellness, вот как раз в Reflame. И я, мне кажется, безумно ее люблю. Очень классная получилась. А вот, кстати, вот не зря показываю. Это единственный каталог, который есть у меня дома. И вот страничку вы видите на, собственно, презентации. Он для меня очень ценен и важен, потому что это мой первый, самый первый разворот, сделанный для Wellness. Вот, поэтому хотела поделиться с вами такой... Личный немножко историей. Вот, тоже очень такой... Ну, кстати, пару слов. Скажи, я сейчас немножко в репортера уйду. Скажи, в процесс подготовки сколько он занимает? Вот ты сейчас показываешь пятый каталог. И, соответственно, ну, вы его делали явно не вчера, не позавчера и даже не три недели назад. Когда начинается подготовка каталогов и сколько она идет? Смотри, ну, допустим, пятый каталог у нас, ну, условно, да, запустился. Он есть на сайте, но я, честно, к своему стыду уже перестала следить. На следующей неделе, с 29-го, ну, с 28-го, 29-го. К своему стыду перестала следить, когда выходят каталоги уже непосредственно, скажем так, в продажу. Ну, да-да-да, ну, ты живешь в другой реалии, так сказать. Я живу немножко в других реалиях, да, потому что для меня процесс создания пятого каталога стартовал примерно в ноябре прошлого года. Может быть, даже пораньше. То есть, наверное, где-то середина октября, вот где-то начало ноября примерно это старт. То есть, условно говоря, за полгода до старта продаж начинается работа над каталогом. Я бы даже сказала не до старта продаж. То есть, он должен быть готов за каталог до старта официального. Ну, в смысле, вот, печатная версия начинает продаваться накануне предыдущего каталога. Да-да-да. Ну, то есть, вот, до того момента, как начинают действовать сроки, когда он действует. Вот. Я живу немножко, да, действительно в другой системе измерения, потому что от нас каталог, из моего отдела креативной студии, потому что он уходит примерно месяца за три до его старта, потому что еще примерно месяц уходит на его перевод для других рынков. То есть, соответственно, мы отдаем русский текст, верстку со словами «ребята, давайте адаптируем везде». И, соответственно, там уже включаются в работу переводчики, верстальщики, которые это адаптируют для рынков. И дальше уже каталог уходит в печать. То есть, это не продукт, который мы можем так сейчас быстро создать за неделю. Сейчас мы тут напряжаем, но сделаем за неделю каталог. То есть, например, в прошлом ноябре работа над каталогом как бы началась с небольшого бриф-митинга, бриф-встречи, где нам просто рассказывают, что там будет. Вот так. Мы сидим, слушаем, записываем, ставим себе какие-то пометки и, окрыленные идеями, вдохновленные какими-то новыми проектами, запусками или чем же происходит в каталоге, уходим на разработку своей первой креативной идеи. И через пару недель мы встречаемся уже снова на очередной креативной встрече и показываем свои какие-то первые наработки. То есть, это может быть всего лишь пара-тройки-воротов, где будет показано какая-то... Прошу прощения, какое-то струтое еще окно. Показано какие-то первые сырые достаточные идеи, может быть, какой-то набросок какой-то креативной мысли. Например, вот на Вэйджи просто как бы у нас в основном такая вот сильно креативная работа. Не скажешь, что одно сильно, другое не сильно. С Лэллэсом все немножко понятнее. Там другие гайдлайны. То есть, у нас есть какие-то модельные кадры, которые мы используем, есть продукты, мы там их можем показать на определенном фоне, потому что другой фон запрещен. Ну и так далее. То есть, примитивным языком выражаясь, есть какие-то гайдлайны, они достаточно... Правила есть какие-то определенные, которые мы должны соблюдать. Забыла слово, да. В на Вэйджи у нас тоже есть определенный свод правил, но здесь мы можем себе позволить немножко, ну, как бы, какую-то сделать креативную концепцию. Если мы говорим, например, сейчас запустился, запускался и будет запускать про фьютикл, да, здесь у нас сильно отличные там от привычного на Вэйджи какие-то рамки творческие. Можем себе позволить добавлять какие-то элементы. И, собственно, как бы с такими набросками первыми мы приходим на первую креативную встречу. Таких встреч у нас, в принципе, три в общем сложности, где мы каждый раз показываем каталог в разной проработке. Ну вот, получаем какие-то комментарии, замечания, пожелания, дорабатываем. И уже после третьей креативной встречи у нас идет такой процесс двухнедельной доработки каталога уже до выхода в печать. Но здесь, как бы, нужно понимать, что есть еще процесс, например, создания фотографий. Этим занимается отдельная команда, часто подобная. У тебя там что, диффузор? Диффузор, да. Ну, видишь, он у меня закончился, чувствую, почему-то нет аромата. Думаю, надо... Нет энергии, надо срочной энергии. Да, 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 да. Я его поставила. Почему-то, ну, вот, когда репетирую, смотрю камеру, у меня захватывается больше. Но когда захожу в Телеграм, в Господи, в Пруфми, тут немножко по-другому захват, что ли, берется. И его не видно. А вообще он у меня красиво стоял на заднем фоне. А-а-а. И стоит, собственно. Да. У меня вот там, тут не видно, но у меня вот там на полочке стоит. Ближе там к кровати, чтобы он создавал. Мне очень нравится, это самое, реклама пошла. Мне очень нравится серия баланса. Я потому что такой очень энергичный, подвижный человек. У меня все время какая-то каша из идей в голове. И мне вот надо немножко это всегда... Структурировать. Структурировать, да, стабилизировать. И я прям, я наношу обычно на руки себе вот этот. Или ставлю прям в диффузоре. Вот. Когда там медитирую, йогой занимаюсь. Прям мне очень нравится. В общем, я рекомендую. Так, итак, три встречи начались примерно более чем за шесть месяцев подготовка. После создания официальной русской версии отдается это все в локализацию, то есть в страны, да, в перевод. И только потом уже это все уходит в печать. Слушай, ну тут еще на самом деле нужно отметить, ты меня поскольку позвала как такого представителя креативной студии, на самом деле нельзя думать о том, что вот мы три человека делаем каталог. На самом деле съемку, например, там, да, вот вы видите сейчас на развороте коробочки с витаминами, да, которые красиво разложены. Это делает отдельная команда людей. Вот. То есть мы создаем бриф на съемку, то есть какой-то небольшой эскиз, где мы там показываем зеленый фон, коробочки, как они примерно, мы хотим, чтобы они лежали, и уже передаем этот бриф такой в, собственно, команду, которая будет заниматься съемкой, то есть это фотограф, это там продюсер. Если это какие-то, опять-таки, рецепты мы снимаем, то это обязательно футстилист, который делает еду красивой. Я просто приготовил, так сказать, положил. Да, да, то есть мы с вами дальше будем немножко говорить о съемке, но та съемка, которую мы можем устроить у себя на кухне, она сильно отличается от того, что мы делаем в Reflame для каталогов, потому что тут картинка должна быть максимально идеальной. И потом, когда, собственно, отсняли эти красивые таблетки, этот кадр уходит в команду ретушеров, там тоже, кстати, целый отдел, который каждый день с 9 утра до 6 часов вечера делают эти картинки еще лучше, чем они получились на съемке. То есть это, на самом деле, очень большой живой организм, который каждый раз так работает над каталогами в течение полугода. То есть вот это действительно большой продукт. Вот, кстати, поэтому, коллеги, я надеюсь, что вы не удивляетесь уже моим комментариям, что на самом деле Reflame, как компания-производитель, выпускает не просто продукты, ну, там, вот у меня сейчас там витаминки, да, здесь лежат, сейчас как раз будет вариант выпить, но продуктом можно считать все с точки зрения даже онлайн какой-то, онлайн-сервиса, онлайн-формата представления продукта до каталога. Это тоже продукт нашей компании, и на его разработку, он, конечно, да, там, в отличие от продуктов с точки зрения, там, пищевых или косметических средств, разрабатывается не такой долгий срок, просто на это времени нет, да, там, не от двух лет и так далее. За полгода, но делается огромный пласт работы для того, чтобы по итогу вы получили, ну, там, 100 плюс-минус страниц классного, крутого, печатного издания. У нас тут спрашивают, в каком городе творческая группа разработчиков находится, а мы же, мне кажется, мы все сидим глобально в нашем Москве, ну, офис СНГ мы сидим в Москве. Сейчас, наверное, пандемия внесла коррективы, может, кто-то работает из каких-то локальных регионов, но вообще глобально мы находимся в Москве. Хочу немножко дополнить твой вот как раз, твою такую ремарку про продукт. Вот дизайн, в принципе, да, я просто сейчас объясняю, ну, рассказываю немножко на примере каталога, потому что его можно потрогать, да, то есть мы можем открыть и полистать все странички, но на самом деле дизайн – это один из инструментов позиционирования, да хотите, даже продажи того же продукта. То есть, как бы, я вот с очень большим трепетом отношусь к дизайну, именно в этом случае, ну, как бы в этом контексте, потому что красивая картинка, она, как бы, продает. Вот, поэтому, в принципе, вот то, с каким трепетом, с какой внимательностью мы относимся к созданию, там, вот этой книжечки, которая там живет месяц всего, вот, это тоже одна из таких больших, в принципе, один из больших приоритетов компании «Реклейм». Вот, и, собственно, мы очень сильно, как бы, с очень большим вниманием относимся к этой продукции. То же самое в диджитале. В диджитале, конечно, да, немножко, может быть, попроще процесс, потому что у нас всегда есть возможность что-то изменить, что-то скорректировать, там, да, не знаю, залили баннер на сайт, увидели, что он там плохо выглядит, и можно его быстренько подшаманить, типа, менять, в печатке такого сделать нельзя, потому что, ну, ушел, и, как бы, и все, и вот он, и его все увидят. Но в диджитале у нас тоже кипит работа, поскольку, как бы, я занимаюсь, я и моя команда, мы занимаемся курированием двух категорий «Веллнес» и «Новэйдж» во всех каналах коммуникации, то есть через меня проходит не только каталог, через меня проходят все баннеры для «Веллнес», там, «Новэйдж» на сайте, инстаграм, не знаю, там, какие-то наклейки, которые потом разойдутся огромным тиражом, и все наклеят на ноутбуки, это все делает либо моя команда, либо делают, могут делать сторонние люди, но, как бы, я все равно… Твоим руководством, чисто. Да, я всегда в курсе, вот, поэтому… Муха мимо не пролетит, в общем, в эти категории, мимо Кати. Да, поэтому, вот тут должна быть, знаешь, какая ремарка. Любая наклеечка, которая наклеена у вас на мониторе, это вот частичка моего сердечка, она с вами всегда. Да, то есть вы, на самом деле, с Катей знакомы уже достаточно давно, просто вы этого не знали. Но вот сейчас у нас есть возможность познакомиться лично. Катя, читай комментарии, видишь… Да, я просто прям всем-всем хочу сердечки отправить. Да, вот, поэтому я тебе говорю, что на самом деле… Это я переключила, не переживай. На самом деле, как бы, вот такой формат общения даже онлайн, оно позволяет получать обратную связь, и ты видишь, что сейчас понятно, насколько люди ценят и видят, главное, и замечают, и используют. Этот формат предлагаемой вами работы, да, продукта. Это самое приятное, на самом деле. Да, я сейчас посмотрю, есть ли у нас вопросы по первой части, ну, собственно, нашей с тобой беседы, но я смотрю, что пока вопросов нету не в разделе «Вопросы». Если у вас есть еще какие-то вопросы, Катя, с точки зрения, как сказать-то, вот именно такого присутствия wellness в данном случае в каталогах или в диджитах, я, кстати, еще вот что хочу заметить, что для вас каталоги… Да, для… Огромная просто моя благодарность летит ко всем вам, потому что это, ну, очень приятно. Где печатают каталоги, если я не ошибаюсь, их печатают на Украине. Да, и печатают на Украине, сейчас не скажу город, но как бы недалеко от Киева, там фабрика, которая печатает все наши каталоги. Я имею в виду не то, что все наши каталоги, а для нашего региона, СНГ, а не только для России. Еще вот, знаете, что хочу отметить, что на самом деле для вас каталог онлайн-либо оффлайн-либо версия, ну, печатная версия, может служить еще и таким гайдлайном, подсказкой своеобразной, потому что там всегда присутствуют продукты, понятно, вы их видите вживую, но вы можете использовать вот этот каталог, вот те цвета, которые используются в каталоге, это для вас подсказка по цветовому коду, по цветовому решению, как можно, например, представить wellness в рамках, я не знаю, вашего какого-то оффлайн-либо онлайн-мероприятия. Какие цвета использовать, какие лучше… Ну, вот как бы на зеленый вы видите, что ни в каталогах, нигде у нас зеленый цвет не фигурирует. Фигурирует такой красивый стальной серый цвет, да, вот когда там раскладки продуктов идут, ну, как это называется, а-ля много продуктов на одной страничке, Катя, скажи, как это… Да, Wellness Chart, да. Идет, да, такой… Или серый, он такой какой-то пурпурный, что ли, вот. Как это сказать? Давай я вот такую ремарку вставлю немножко. На самом деле, ты вот говоришь, что зеленый нельзя, но у нас же тут тоже, вон, такой бирюзовый немножко. Здесь вопрос… Ну, я имею в виду, знаешь, не такой травяной, что ли, вот такой там ядерный какой-то. Или салатовый, вот, например. Да. Мы не используем таких цветов. Здесь немножко, знаешь, вопрос не в том, какие цвета, а в немножко такой, у нас такая, как это правильно сказать, одно время, помните, было очень модно, я думаю, все видели в инстаграмах фотографии на мраморных фонах. И их почему-то сразу нарекли, ну, таким словом, типа они такие премиальные сразу резко стали, вот. И у нас немножко такой подход сохранился, ровно потому, что это как бы тенденция, она и перекочевала. Вот, поэтому все цвета, которые мы стараемся использовать в нашей палитре, они, как правило, пастельных, приглушенных оттенков. То есть зеленый, он как бы зеленый зеленому розни. И, в принципе, как бы наш, например, на нашей упаковке того же супчика со спаржей, зеленый достаточно активный. Но тут вопрос в том, в количестве его на ваших снимках, на ваших, ну, каких-то материалах, которые вы делаете, и тут важно, конечно, просто держать баланс. Мы сейчас об этом, конечно, поговорим немножко. Вот, мы поговорим, наверное, в воркшопе более о каких-то фундаментальных вещах, а вот цветовой баланс и вот эта палитра, это, конечно, немножко более тонкая материя и какой-то, я думаю, отдельный большой вебинар, который, ну, как бы в рамках этого вебинара нам сложно будет с тобой обсудить эту тему очень как бы полно, но я постараюсь дать какие-то свои небольшие рекомендации. Поэтому нельзя, как бы, тоже понимать, что сильно запрещен зеленый или сильно запрещен какой-то голубой, хотя вот презентация у нас, ну, голубой цвет, что же говорить. Я не имею в виду даже не то, что запрещен, а именно понятно, какой оттенок он коннектится с компанией Арифлейм вообще и с Wellness, да, там, в частности, потому что те же какие-то кислотные цвета, если мы захотим сделать, ну, типа, стильно, модно, молодежно, то мы все равно будем использовать вот такие цвета пастельные, но никаких кислоты, короче, у нас не будет. Это правда, это правда, это очень хорошее такое твое замечание. Спасибо тебе большое за него. Так, ну, это очень интересно, интересные комментарии. Я не успеваю иногда следить. Ты меня там чуть-чуть тыкай палочкой, чтобы я могла ответить. Не, не буду тебя тыкать. В общем, там все норм, да, на какие-то комментарии я отвечаю дополнительно, да, что мы говорим про количество переводов, локализацию конкретного каталога, да, про регион СНГ, да, мы не говорим про мировой. В рамках каждого региона, ну, вот есть там Центральная Европа, там, Африка, Китай, каталоги выпускаются командами тех стран или тех регионов, которые, ну, соответственно, там являются ключевой командой. В рамках нашего региона вся, так сказать, вот эта вот энергия и все материалы расходятся из нашего регионального офиса в Москве, в дальнейшем по всем странам. Да. Главное пожелание покрупнее страницы и коды. Да, ну, тут на самом деле, кстати, ну, мелковато, да, да, мелковато, но в целом тут это на самом деле зависит не только от нас, но мы внесем, мне кажется, это предложение. Да. Если что, описывается весь вебинар. Слышь, контора пишет, поэтому ты скажешь, что это пожелание не от меня. Не от меня, да, на самом деле это просто единый стандарт по всему каталогу, поэтому я не могу за это отвечать. За это отвечают арт-директоры, там, кто, ну, самый главный в креативной студии. Так, ну что, коллеги, вы готовы к практикуму по созданию крутых фотографий для ваших аккаунтов с точки зрения wellness? А почему нет номера каталога? Каталог номер 4 только даты, многим неудобно, конечно. Но это тоже, коллеги, вы должны понимать, что Катя не отвечает за весь каталог целиком. Она конкретно отвечает за развороты wellness и новейдж. Я соберу все вопросы. Да, 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 Катя сейчас огребет все вопросы по каталогу. Она их, конечно, запишет и передаст коллегам, но сейчас вопрос, так сказать, не по адресу. Но мы учтем это пожелание. Ну ладно, пользуйся случаем и задам вопрос. Да, да, да. Вот, ну, главное, что все мы понимаем. Ну что, переходим к личной выгоде использования Екатерины как спикера на нашем вебинаре. Доставали блокнот, погнали. Я уже достала, ты видишь, я уже сижу. Готовьте блокнотики, потому что буду рассказывать про интересные какие-то моменты в плане создания классных фоток для своего личного использования, а может быть, для использования нами. Потому что все мы знаем, что вчера у вас был тренинг... Вчера же, правильно? Я ничего не буду. Вчера. Вчера был тренинг про Инстаграм, про соцсети, и, собственно, это будет такой мой воркшоп, будет, в принципе, перекликаться с темой вчерашнего тренинга, потому что Инстаграм — суперпопулярная соцсеть, и он не падает в своей популярности. Вот. И чтобы стать классно в Инстаграме, и, например, не просто там стать, а чтобы фотографии попадали в какие-то паблики, например, чтобы мы их тоже репостили себе, потому что мы очень любим пользовательский контент. Это всегда живо, всегда классно, всегда по-другому, не так, как делаем мы, потому что у нас так или иначе все равно есть такая, ну, скажем, профдеформация, мы делаем все как лайном строго, и вы всегда сможете отличить фотку, которую сделали, сделал просто потребитель, который купил, разложил у себя на кухне, или сделали мы фотостудии с огромным количеством человек, ретачем, продакшеном и так далее. Просто потому что мы такие уже заложники этой ситуации, мы так мыслим. И мы очень любим пользовательский контент, нам всегда нравится репостить, потому что вы иногда видите продукт совершенно по-другому, не так, как видим его мы. Не знаю, у вас есть дома котик, который сел рядом с витаминами, и это супер мило и вообще обалденно. Слушайте, у меня есть просто подруга, у нее, она купила кота, и он прям, вот такая ремарка, быстрая ставка, он стал, он просто инстаграмный кот, я не знаю, как, но он таким родился. У меня просто есть собака, и она, она вообще не инстаграмная. Ну, то есть она классная, когда ты с ней играешь, но как только ты достаешь камеру, она все пропадает. А вот кот моей подруги, он прям, он у нее на всех раскладках, вот она снимает раскладку, он там нос засунет, лапку засунет. Этот кот теперь стал звездой инстаграма, он во всех пабликах, во все репостят. В общем, заведите себе инстаграмного кота и делайте крутые подки. Это такой вот мой месседж сразу. Вот, поэтому мы очень любим такой пользовательский контент. Вообще все бренды это обожают, потому что у нас просто нет котиков. И, собственно, мой такой воркшоп будет сейчас немножко о том, как сделать в домашних условиях классные фотки, вот, которые будут репостить другие бренды. Вот, поэтому... Не, другие. Подождите, обождите, обождите. Что за оговорочки? Какие другие? Все бренды, ну, понимаешь? Бренды наши. Наши бренды. Ну, смотри, у нас же можно положить, например, wellness, а рядом положить, не знаю, какую-нибудь... Я сейчас фантазирую, у нас же... Кохоряшку спортивную, да? Да, да. Это же он и постит, там, спортивный бренд. Да, будет спортивный бренд воровать. А, ну, окей, согласна. Все, вопросов больше не имею. Все-все-все. Отвечаю про авторские права сразу. На самом деле, когда бренды забирают себе фотографии, они... Я просто, знаешь, как блогер немножко говорю. Когда бренды забирают себе фотографии, они всегда указывают авторство, им это не жалко абсолютно. Вот. Более того, могут украсть даже с вашим каким-то постом, если там классная какая-то мысль, или, например, вы рецептом поделились и классно это сняли, сделали крутую фотку. Вот. Мы с удовольствием репостим целиком прям со всем рецептом. И вам плюс, и нам классно. Вот. Такое. Поэтому авторские права — это в Инстаграме достаточно такая лайтовая штука. Просто, ну, обычно всегда указывается. Вот. Поэтому начнем, наверное, с теории, а потом, как всегда, потом перейдем к практике, чтобы было понятно, о чем вообще речь. Говорить будем сегодня про композицию. Почему про композицию? Потому что у нас такие продукты в Wellness, которые предполагают так или иначе съемку сверху, какую-то раскладку, просто потому что так проще. У нас там из всей палитры продуктов у нас будут какие-то коробки, какие-то банки, которые... Ну, банки на самом деле лучше стоят, но они лежат тоже, в принципе, неплохо. Если это Wellness Pack, то это маленькие пакетики, которые тоже лучше положить. Ну, то есть, например, как мы с вами видели. Вот. Собственно, будем говорить о композиции. И есть несколько каких-то правил, основных, которыми я с вами поделюсь, которые вы сможете использовать в своей работе над фоткой. Собственно, всегда нужно учитывать композиционный центр в кадре. Если мы сейчас говорим с вами про Инстаграм, в классических реальных буду говорить, что это квадрат. Сейчас, конечно, Инстаграм кушает другие форматы, то есть это более вытянутый прямой пакетик. Но по классике жанр будем говорить про квадрат. И почему еще про квадрат? Ну, потому что у нас каталог почти квадратный. Не только поэтому. Просто потому что квадратную композицию, в принципе, построить сильно легче, чем премугольную. Есть, например, такое понятие, как композиционный центр. То есть композиционный центр – это то, куда попадает ваш взгляд, когда вы просто первый раз смотрите на картинку. В данном случае на презентации, на слайде, мы видим тот момент, когда композиционный геометрический центр совпадает. То есть, например, расположив, условно говоря, надо было у меня какой-то… То есть вот просто по центру. То есть здесь даже в каталоге, кстати, видно, что вот если мы возьмем этот квадрат, вот этот композиционный центр, то есть он совпадает… Я так странно рисую, потому что в отражении смотрю. Он совпадает непосредственно с геометрическим центром в квадрат. Вот, это такой, скажем так, прием в лоб. Ну, то есть, типа, не ошибиться. То есть просто берем, ставим по центру, и будет все классно. Вот, но здесь есть такой нюанс. Композиция сразу может получиться довольно-таки скучной. То есть здесь не скучно выглядит, потому что здесь много всяких предметов, то есть много карандашей, и они… Сейчас я тут рисую вам. Вот, и они как бы так вроде центр образуют, но при этом достаточно разнообразно такими лучами выглядят, просто потому что их много. При фото делать края на квадрат или делать обрезку. Смотрите, на самом деле в настройках телефона вы можете сделать… Сразу выбрать кадрирование кадра, то есть можно выбрать квадрат, и лучше сразу снимать в квадрат, если вы там только начинаете. Или… Ну, то есть это гораздо быстрее вам подскажет, вам будет гораздо проще работать с кадром. Вот, вы будете сразу видеть непосредственно область своей съемки. Если вы как бы уже рука набита, берите любой формат, вырезайте оттуда квадрат, тоже как бы… It's up to you, все подходит. Но на первых порах лучше прямо задавать квадрат, чтобы не ошибиться. Дальше мы можем говорить о другом композиционном центре. Здесь не на примере квадрата, но вы должны знать такие штуки. Композиционный центр, он не всегда по центру. Его можно выделять другими какими-то средствами выразительности. Это так называется по умному, в общем, средства выразительности. Можно выделять с помощью света и тени. Например, у вас черная какая-то композиция. Сейчас может быть… Вот, допустим, света и тени. Смотрим вот на вот эту картинку. Видите глобально? Видно? А можете мне поднимать кусик? Видно, нормально вам там? Видно, видно. Да, вот так сейчас держишь, не загнула каталог, а прямо держишь, отлично видно. Наш каталог – это просто идеальное пособие по съемке. Это же я только что придумала, я не готовилась. А вот картинка на самом деле глобальная, темная. Но при этом две вот этих банки, они светлые, то есть они выделяются светом. И мы сразу понимаем, что несмотря на то, что здесь есть какой-то текст, какие-то иконки, центр на позиции вот здесь. Вот. Понятно или нет? Покомментируйте мне там иногда, понятно я говорю или нет. Потому что я могу говорить случайно на птичьем языке и будет немножко непонятно. То есть основной принцип как бы выделения света или светом или тенью – это когда мы помещаем либо темный объект на светлый фон, либо наоборот ставим светлый объект на темный фон. Вот. Дальше один из таких приемов, тоже выразительность, это выделить композиционный центр цветом. А, цветом, прошу прощения. Например, здесь я просто показываю как пример, я не говорю, что картинка хорошая или плохая. Вот назовите мне, вот где вам, я не знаю, видно или нет, вот здесь композиционный центр. Вот как вам кажется? Сейчас, подожди, чуть-чуть сейчас. Будут отвечать. Смотрим на королевский бархат и отвечаем – синяя баночка. Вот, первый правильный суперответ появился. Точной фиолет. И за счет чего? Светлый очень фон, светлые баночки, но при этом вот эта банка, ну она прям сильно контрастирует с фоном и другими предметами. То есть мы можем смело сказать, что вот эта банка и чуть-чуть даже цветок, но вот эта банка в целом, она композиционный центр этой композиции. Слушайте, у меня прям новый формат вебинара, я вообще так не готовилась. Это мой экспромт, и он прям, мне кажется… Не, он отличный. На самом деле это дает нам еще дополнительное понимание, что, собственно, ты не просто это все рассказываешь, а этим пользуются даже специалисты, разрабатывающие каталог. Да, на самом деле это все просто для нас, это такое уже все как-то привычно, а когда я сейчас вам показываю, я подумала, да, показать вам на примере каталога, ну просто вот так вот открывать странички, то как это можно действительно применять на практике. Ну вот, например, здесь тоже я нашла пример сходу. Как можно еще выделять? Можно выделять размером. Тут на самом деле вот в одном примере, в принципе, такой размер и форма, ну прям вот они вместе идут. То есть когда мы, например, вот как показано на слайде, среди круглых объектов ставим треугольник, и он точно будет выделяться. Или, например, среди маленьких каких-то объектов ставим большой. Вот хороший пример. Вот такая композиция. Здесь может быть на самом деле не очевидно, но в целом композиционный центр будет вот эта баночка. Потому что она, ну как бы, она, во-первых, открыта, это дополнительный еще как бы такой акцент на центр, называется нюанс, то есть как бы они все одинаковые, но у этой есть небольшой нюансик, она открыта. И плюс она как бы немножко за счет того, что она открыта, она другого размера и поэтому отличается от остальных баночек. И, соответственно, у нее немножко другая форма. В общем, это тоже такой как бы принцип немножко смещения, ну как бы акцента на композиционный центр. Из всех этих композиций, которые мы посмотрели, я думаю, что вы заметили такую маленькую, маленькую деталь. Здесь композиционный центр находится не по центру геометрическому, то есть не совпадает с геометрическим центром композиции. И об этом мы будем говорить немножко... А, дальше. Нет, подождите, чуть попозже расскажем. Еще скажу про тоже такое правило композиции. Есть, как это, мажорная композиция, а есть минорная композиция. Вот как бы это правильно воспринимать так. То есть одна позитивная будет, а другая негативная. Здесь нам помогают всегда диагонали. То есть, например, вот здесь, кстати, вообще отличный пример. Диагональ композиции, то есть здесь мы видим такое нарастание движения. То есть она как бы сразу, ну как бы немножко усиливает эффект. А когда, я думаю, в каталоге мы не найдем, потому что такую негативную, минорную композицию используют реже. Обычно там это может быть какая-то особая драматургия в кадре. Но такие тоже примеры есть, когда у вас линия идет в ниспадающую, то есть такой накал вот этой кульминации уходит уже на нет. Дальше тоже такое вот правило композиции. Очень важное одно из. Это закрытая и открытая композиция. То есть, например, мы можем... Даже, кстати, вот тут могу посмотреть. Вот здесь композиция, как мы видим, какая, закрытая или открытая? Значит, помогай. Не-не-не, что-то я буду помогать. Я буду... Вопрос... Так, ты показываешь сейчас с дезидерантами, да, с такими распылителями. Открытая, закрытая, открытая. Сейчас я зачитываю пока. Закрытая. В общем, 2-2 пока. 3-2, больше фиолетовая. Тоже вариант. Мне кажется, это просто оружие. Забыла нажать кнопку в другом ответе. Да, открытая, открытая. Сейчас пошла больше открытая. Но как бы электурат разделился. Открытая, открытая. Показываю сразу вот так разворот. И расскажу, почему... Видно? Ну, давайте вот так буду. Почему здесь композиция закрытая? Потому что мы видим, основной композиционный центр, это вот эта баночка, открытая. Она находится посредине между другими баночками, которые как бы такими столбами ее держат. И она никуда вырваться не может. Поэтому эта композиция открытая. То есть мы сразу понимаем, когда смотрим на эту картинку, что за пределами здесь ничего нет. То есть все, вот эта композиция ограничена только этим листом. Да, тут лежат какие-то цветочки, но это достаточно такая маленькая деталь. Но в целом вся композиция заканчивается здесь. А если мы посмотрим вот на эту композицию, она, видите, более открытая. Она свободная, она легкая. Потому что, несмотря на то, что, скажем так, банки стоят забором, мы иногда такие эпитеты тоже применяем. Не буду я вам говорить об искусстве, как, знаете, это Микеланджело. Короче, банки забором стоят. Но при этом, понимаете, да, какие у нас комментарии иногда к каталогам? Но при этом она все равно смотрится более воздушно. Во-первых, потому что у нее есть... Куда рисую? Не понимаю. Есть движение. Диагональ. Просто зеркально очень тяжело сориентироваться. Да-да-да. Нет, правильно пишет Марина, нет ограничений. И она из-за этого кажется более открытой, такая более воздушная. Вот. В общем, на примере одного разворота рассмотрели прям сразу два примера. И композиции, да. И композиции, да. А моргните мне, понятно или нет? Или может что-то еще пояснить? Все ли понятно? Очень понятно. Вот. Да, диагональ, как раз диагональ, она создает вот это движение, и как раз делает композицию более открытой и более динамичной. То есть диагональ вверх – это такая динамика. Диагональ в композиции вниз – это такой упадок сил, настроения. Прегресс. Если хотим создать грустное настроение, диагональ вниз смелая, и все будет вообще у нас. Это мы сейчас с вами говорили, на самом деле, о принципах композиции, когда, скажем так, все продукты наши стоят. Потому что, ну, здесь достаточно, как бы, ну, диагональ сложно применить как-то, там, да, ярко выраженном, в каком-то флетлее. Конечно, да, возможно. Но драматургия будет немножко не та. Ну, просто потому что, как бы, банки-то лежат, ну и ладно. Вот. Я нажимаю дальше. И мы поговорим про основные такие правила построения. А здесь пошла математика. Я расскажу. На самом деле, я сейчас как-то забегаю, у меня прям, этот, аж мурашки по спине побежали. У меня просто была в университете, когда я училась, у меня была курсовая по золотому сечению. Я до этой курсовой вообще ничего не понимала. То есть для меня вот это была фельдкинограмма, это честное слово. Вот. Когда я разобралась, я сейчас расскажу, как это понять вообще просто. Вот. На самом деле, классная штука и очень применима. В общем, с этой слайда презентации отправляемся прямиком в непосредственно построение самой композиции. И какие есть принципы, собственно, поговорим о них. Какие есть принципы построения композиции и какими правилами можно пользоваться. Есть невероятное правило золотого сечения. О нем все говорят. Можно еще туда приплести, не знаю, Фибоначчи, его последовательность и так далее и тому подобное. Это, конечно, в обиходе никому не нужно, но знать прикольно. Может быть, будете играть в «Кто хочет стать миллионером» и этот вопрос попадется. Это как культовый фильм «Миллионер и Струщев». Он же ничего не знал, он просто его какие-то житейские все моменты подарили ему победу в игре. В общем, правило золотого сечения, мы все встречали в геометрии, это там во школе, есть два отрезка, есть один отрезок. И вот, например, если мы берем этот целый отрезок, тут просто понятно, что и делим его на две части, то этот отрезок относит... Вот, например... Сейчас, подождите, дайте я на... Кстати, мне кажется, тут как будто прям золотое сечение. Может, это мы угадали, не знаю. Вот, ну, допустим, представим, да, просто вот если взять вот так девочку эту, то вот как бы целая часть, а вот это как будто реально кусок от золотого сечения. Честно, сама делаю эту обложку, не знаю, проверю, потом посмотрю, прям интересно. Вот. Не знаю. А вот. Что у нас получается больше... Раз, два, три, забыла. Меньше отрезок относится к большему отрезку точно так же, как вот эта общая длина относится к большей части. Вот это. Вот. А, Бомычу Михайлович. Да. То есть такое очень сложное правило, на самом деле. Вот, важно соблюдать золотое сечение и ее правильное соблюдать в твоей позиции. Да, на самом деле, это... Ну, очень классное правило. Им пользуются киношники, как правило. Сейчас еще раз расскажу. Им пользуются киношники. То есть, когда вы видите правильно снятые фильмы, вы всегда увидите, что у вас герой будет находиться... Есть еще правило третьей, мы сейчас о нем поговорим. Но, например, вот как я сейчас сижу перед вами в камеру. То есть, вот рядом со мной здесь есть маленькая часть, потом нахожусь я, потом большая. Вот у правильных киношников это всегда будет по золотому сечению. Вот. Без стакана wellness. Ну-ка, я сейчас тоже сяду в какую-нибудь сторону. Вот, то есть, вот как бы... Это, то есть, правильно, потому что вот эта точка будет точкой фокусировки внимания зрителя. А-а-а, вон она что. То есть, когда ты... Кстати, мне кажется, вот это правило, мне кажется, подтверди меня или нет, когда вот выступает спикер на сцене, мы же тоже стараемся занять определенную точку справа-слева от экрана, потому что, опять же, туда направлено внимание. А ты думаешь, почему я так сижу? По золотому сечению. Ты мне не сказала, мы с тобой созванивались. Ну, хоть бы... Ну, я же должна была, а то о чем мастер-класс мой. Вот теперь ты знаешь, будешь правильно садиться. Вот, поэтому у меня, видишь, на самом деле, честно, я с тобой уже созванивалась, репетировала на кухне. Я сюда пересела, и когда я села, смотрю, думаю, классно. Я, значит, сижу по третьим или по золотому сечению, там, как пойдет. А здесь у меня такое пространство, и оно тоже чем-то заполнено. И при этом, ну, как бы, типа, вам прикольная какая-то картинка. То есть, на самом деле, есть лайфхак. Это очень видно в фильмах Гая Ричи. Вот, то есть, когда какие-то диалоги, прям вот посмотрите, ну, реально интересное наблюдение. Просили еще раз, рассказываю. Вот, если мы посмотрим на каталог, предположим, я не уверена, сразу говорю, что вот это делится, вот, край головы девочек. Слушай, а ты можешь взять ручку сейчас прям и писать вот такие же отрезки на каталоге? Мне кажется, так будет понятнее. Слушай, ну, мне жалко его. Это как, по-моему, не рисовать. Ты что? Тебя что, не учили? Книжки в библиотеке не портят? Нет, я, кстати, не портила никогда, но я могу подчеркивать только в своих книжках. А мне всегда у нас было прям очень... У меня в школе, в начальной была библиотекарша, она прям ругала очень сильно, что вот за завернутые корешки, за завернутые корешки. Нет, это только свои книжки библиотекарские я, наоборот, спасала в большей степени. И я, у меня прям вот осталось, я ничего никогда не рисую. Короче, рассказываю. Вот так будет понятнее, даже с вариантом деления. Рассказываю. Если мы возьмем за предположение, что вот этот край головы девочки, он у нас постро... Эта точка поставлена по золотому сечению, то получается, что вся длина вот этого каталога относится к большей части, то есть, простите, от края странички... Я не понимаю, просто как я держу... Очень тяжело надо было взять королевые петли, серьезно говоря. От края странички до конца вот девочки головы, точно так же, как вот этот маленький кусочек свободный, где логотип, и от вот головы девочки до края странички. То есть, получается, больше... Весь отрезок относится к большему так, как меньше отрезок к большему. Ну, типа, если говорить в цифрах, да, то, например... Например... Ой, обманула, больше отрезок, меньше. Прошу прощения, да, говорилось уже. Да, там, например, у нас... В общем, если вот эти штуки поделить, то, например, у нас соотношение будет там один к двум. Ну, типа... Не-не-не-не, вот в этих штуках самая большая проблема. Как только вы откройте в Википедии золотой сетечения, там вот это будет один к двум, там, тридцати пяти... И это вообще непонятно. Поэтому, короче, лучше проще всего запомнить, что весь отрезок относится к большей части его. Так же, как большая часть относится к... Так же, как большая часть относится к меньшей. Вот. На самом деле, вот как бы у вас останется эта презентажка, можно будет просто по этому отрезку понять, как это потом посмотреть и в жизни попробовать это тоже поприменять. Ой-ой-ой-ой, я все сломал. Что, верни меня? Не знаю, верни меня, пожалуйста, куда-то. На какую-то... На какой-то, на предыдущий слайд? Вот сюда? Да, на предыдущий. На вот следующий. Подожди. Подожди. Ну вот, сейчас... Не тыкай, никуда не тыкай, стоп. У меня, знаешь, появляется всплывающее окно и просит меня что-то сохранить. Сейчас, можно я нажму? Да, нажимай. Вот, собственно, твои отношения. Честно, я в них сама не очень разбираюсь, но не очень разбираюсь в плане цифрового значения по цифрам. И это как раз то, как золотое посещение применяется в композиции квадратной. Можно просто это запомнить, использовать. То есть, вот, например, здесь красными точками выделены композиционные центры, которые будут привлекать внимание так или иначе в первую очередь. Вот. Но есть способ сильно проще, который называется правило третей. Его можно... Правило третей, на самом деле, здесь, в квадратном кадре, это очень просто понять, очень просто включить в свой режим съемки. И совершенно спокойно в настройках телефона можно включить сетку на экране. И она всегда будет работать по принципу третей. То есть, в квадратном кадре это мы просто делим каждую сторону на три равных части. И пересечение этих частей будут... Точки пересечения этих линий будут давать композиционные центры зрительные. Собственно, это все также используется киношниками. Также можно посмотреть диалоги. То есть, об этом речь, когда мы сидим, например, по третий, или вот здесь я буду сидеть по третий. То есть, моя голова стоит по третий, вы смотрите на мое лицо. А если, например, я буду сидеть где-нибудь вот здесь, то вы не очень даже меня и увидите, будете смотреть куда-то, не пойми куда. Что ж такое? Я теперь пытаюсь еще и это правило соблюсти, понимаешь? Что-то из вас то есть сечение и правило третий. В общем, боже-боже. Даже вебинары нужно вести правильно, товарищи. Вы понимаете вообще, о чем речь? На самом деле, в принципе, как бы у тебя, если ты спикер на сцене, вот то, как ты сейчас сидишь, или вот я, например, встаю, то где-то здесь должна быть там презентация моя примерно. Чтобы было понимание, то есть, куда смотреть. И здесь, я не знаю, видно, если я вожу... А, наверное, я не могу, да, показывать на презентации мышь курсорчиком, да, как-то? Нет, нет, здесь ты не будешь. Тогда буду пытаться... Включать курсорчик не будет. Пытаться буду объяснять как-то словами. Правило третей как работает? На пересечении, собственно, линии третей, то есть там это получается фокусная точка, грубо говоря, то есть прям акцент, композиционный центр, акцент. И можно совершенно спокойно зрителя, например, вводить так по композиции. То есть вот если вот сейчас, например, вы видите вот эту композицию, да, есть квадрат, внутри есть круг и треугольник. Вот куда первым впадает ваш взгляд? У меня на круг. А потом? А потом на треугольник. А если, например... Хотя нет, наверное, он идет вниз, а потом переходит, получается, справа на треугольник. Ну вот, потому что у нас мы, как люди, которые пишут слева направо, у нас мы читаем слева направо, и, соответственно, левая точка вот в этой трети будет первоакцентная, и, как правило, верхняя. То есть, например, если под кругом на пересечении мы поставим маленький кружок, то наш взгляд с большого круга пойдет на маленький кружок, а потом дальше на треугольник. То есть, это тот способ, как можно управлять взглядом зрителя в композиции. А я, кстати, помню, что несколько лет назад я готовила вместе с коллегами из отдела подготовки каталогов, с Леной Анинковой тогда, мы готовили такой прикольный тренинг, ну, как бы, как читать наш каталог, какие там есть разделы, и вот там были интересные фишки, там сколько краски тратится, сколько идет вот на эти стечины, да, вот эти вот парфюмированные странички и так далее. И там также показывалось, я вот не знаю, сейчас видели или нет, коллеги, но вот тогда мы даже показывали форматы, было проведено исследование, в какую точку на каталоге обычно упирается взгляд человека, то есть специальное исследование проводилось, чтобы понимать, где зона, вот, так сказать, внимания, когда человек смотрит каталог, и там тоже вот эта штука, наверное, по этому же правилу и была озвучена. Ну, вот смотри, я просто, правда, себя вижу зеркально, но сам факт, почему у нас прейсбоксы всегда с правой стороны? Потому что... Так, а теперь по-русски скажи еще раз, чтобы все поняли. Так, раз, два, три. Почему у нас продукт, это, ну, цена, грубо говоря, к продукту, стоит справа всегда. И, в принципе, такой маленький секрет, всегда продукт, который мы сильнее хотим продать, он будет справа. Потому что... Ну, что ты, ё-моё, все секреты раскрыл! На самом деле это все про композицию. Потому что мы читаем слева направо, и вот этот продуктовый маленький кусочек текста с ценой, это то, где мы хотим, чтобы вы остановили в конце свой взгляд. То есть, если мы поставим цену, например, допустим, вот здесь в начале, а потом будет текст про тушь, вы цену прочитаете, типа, ну, ага, там стоит сколько? Там 269 рублей. Окей. Ну, и ладно. И дальше будете читать про неё, и когда вы дочитаете про неё, во-первых, вы будете ожидать, что дальше продолжение тоже про неё, а его на следующей странице, как вы понимаете, нет. Это как точка, да, получается? Да, и это такое композиционное завершение в нашем случае в каталоге. Катя, можно я вставлю свои пять копеек? Да, у нас же диалог идёт. Коллеги, помните, мы с вами не раз уже говорили про тему продажи преимуществ? И даже в рамках аудио-озвучивания преимуществ, я вам всегда подчёркиваю тот факт, что с цены мы не начинаем, даже если она сейчас идёт со скидкой, мы начинаем с преимуществ продукта, потому что если вы открыли цену сразу, и она нерелевантна для этого человека, он, скорее всего, а, не будет слушать ваше преимущество, б, для него преимущество этих продуктов сложно будет нивелировать вот это ощущение высокой цены, даже как бы вы прекрасно не рассказывали эти преимущества. Поэтому обратите внимание, что даже в нашем написанном формате презентации продукта соблюдается этот принцип. В конце цена сначала прочитает все преимущества, а потом... Ну вот даже здесь, это просто мой любимый разворот сегодня, даже вот здесь, на этом развороте, у нас сначала, да, идёт какая-то информация, бла-бла-бла, тут впереди на сайт, тут типа прочитаю что-нибудь про витамины, но всё равно фокус внимания мы вводим на сюда, на непосредственно сайт, на спеке, и акцентной точкой подпишись, подпишись на подписку, это типа важно. То есть вот так мы ведём зрителя по композиции, то есть даже вот разворот нужно воспринимать всегда как единую композицию, над которой, собственно, мы работаем. То есть это вот всё прям супер важно, и все эти правила, на самом деле, о которых я сейчас говорю, они активно используются нами в создании даже, казалось бы, разворотов. Сейчас у нас тут какая-то переписка по проводу правой, левой руки. Мне кажется, проблема в том, что вы меня видите зеркально. Возможно. Я правша, вот это моя правая рука. Вы меня видите зеркально, в этом есть, на самом деле, немножко мэс такой, путаница. Вот. Я, к сожалению, поскольку даже... Вы же тоже его зеркально видите, правильно? Да. Вот. Я, ну, к сожалению, будет сюр, если я буду пытаться вам изобразить нормально. Ну, да. И смотрите, а мне кажется, здесь нет различий левшей или правшей, потому что мы говорим про правила чтения для всех. Хоть ты левша, но ты правша, ну, как бы читать ты будешь слева направо. Так что здесь не путайте вот эти понятия. Да, да. Но здесь я думаю, что это вот... Потому что я пытаюсь как-то вводить более логично, но из-за того, что зеркальная трансляция получается немножко неправильно. Вы, в общем, дома... Точнее, не дома даже. Так как Катя работает с текущим каталогом, я не знаю, ставьте пятый каталог как наглядное пособие и дома сможете посмотреть еще, так сказать, вот в варианте Flatlay на каталог и применить все эти знания, полученные сегодняшним вебинарием, на конкретном каталоге. Это очень удобно. Да. Собственно, композиция, видите, у нас тут динамичная. Я сейчас тоже... Давай-давай. Поскольку я делаю же это... Ну, это как бы... Поскольку я очень давно занимаюсь дизайном, это больше там 10 лет, для меня какие-то такие моменты, но это как бы уже настолько просто. И, конечно, какие-то такие композиции выстраиваются очень сильно интуитивно. А вот, а сейчас смотрю, думаю, о, динамичная композиция. Сама заставила, сама забыла. Так, переходим тогда к следующему слайду и к самому интересному, к созданию, наконец-таки, визуального контента. Я признаюсь честно, вот, ну, как бы мы сейчас можем говорить о том, что есть профессионально созданный контент, то есть когда у нас есть команда фотографов, 33 штатива, лампы, фуд-стилисты, мы тут все снимаем, а есть, когда мы просто делаем фотки для себя на кухне, и, конечно, у себя дома я не делаю фотки с профессиональным светом, более того, у меня даже его нет. И сейчас многие скажут, наверное, что дома сделать фотки классные нельзя, и это должна быть команда мастеров. Но, надеюсь, следующая часть нашего воркшопа докажет вам обратно. Кстати, вот в продолжении, да, коллеги, тизер к предыдущему вебинару, нашему 23-му выступлению, Полины Глебовой, нашего SMM-специалиста, напомню, что Полина как раз-таки в тот день присутствовала на съемке для летней кампании в оранжерее. Это реально было оранжерее, она мне показала. То есть я думала, что это такое гламурное. Нет, это реально оранжерее. И, соответственно, обратите внимание, что большинство контента для онлайн, наших социальных сетей, официальных, там, Арифлейм.ру и так далее, не делаются с помощью вот этих 38 фотографов с профессиональными камерами, а делаются на обычный телефон, дабы фотографии были релевантны, в общем-то, тому месту использования, где они используются. Ну, смотрите, тут сейчас прям сразу от Виктории такая ремарка. Все зависит от телефонной камеры. Да, конечно. Конечно, если там мы говорим о съемке какой-то для Инстаграма, в любом случае нужно иметь, можно иметь профессиональный фотоаппарат. Круто, пожалуйста. Но сейчас, в принципе, зачастую большинство телефонов оснащены классными камерами. И, ну, как бы, остальное можно доделать обработкой. Про это тоже немножко затронем. В принципе, если у вас не четвертый айфон, хотя я думаю, что он, в принципе, тоже достаточно неплохо снимает, вот, то в целом вы справитесь с домашней съемкой. Тем более нужно всегда понимать, что фотографии в Инстаграме сейчас, особенно если мы говорим о трендах, это более живые фотки, это меньше вот этой вылизанности, меньше вот такой фарфоровости. Если вы, конечно, не какой-то там тревел-блогер Сережа Сухов, у которого должны быть идеальные фотки, потому что у него миллион подписчиков, и он там имеет контракты с разными крутыми брендами, окей. Если вы, не знаю, фуд-блогер, или если вам просто хочется поделиться со своими друзьями фоткой, лучше пусть она будет живая, может быть, немножко не там как-то профессионально снята, но при этом будет классно. Сейчас поговорим про... Чуть-чуть затрону тему, конечно, гаджетов, и чуть-чуть поговорю про освещение в доме. Все это, ребят, можно исправить. Вот, сейчас расскажу как. В общем, погнали в воркшоп. Погнали. Собственно, что я взяла? Как вы видите, у меня не инстаграмная квартира, у меня, не знаю, нет потолков 4 метра, у меня нет окон-пол. Просто обычная такая светлая студия. Что мне понадобилось для съемки? Я снимала это дома, без специальных каких-то средств. У меня вот было две коробочки Супа Веллнес. Подумала, ну, как бы, думала, какой лучше взять, забегая вперед, взяла зеленый. Плюс у меня вот есть такая кольцевая лампа, купленная на зоне за 1200 рублей. Для чего она нужна? Она просто делает равномерную подсветку, и туда можно телефон крепить. То есть вам, в принципе, понадобится какая-то штука, которая делает статичную какую-то картинку, просто чтобы руки не дрожали. Можно нажать кнопку, переставить что-то. То есть вот я использовала такой гаджет. В принципе, если вы снимаете дома, просто там положив, условно говоря, какую-то композицию, вам не нужно делать раскадровку, как у меня сейчас вы увидите, то вы можете, если там ручки не дрожат, сфоткать это просто с руками. Здесь у меня еще не внесла в список. Поскольку снимала на кухне, надо было снимать, я маленького роста, у меня еще есть табуреточка из Икеи. Вот это весь арсенал, который мне понадобился. Кухня, вот моя кухня, как вы видите, не инстаграмная вообще, на мой взгляд. Там нет суперсвета. Тут еще как бы от окна там балкон, и поэтому тень, в принципе, почти всегда. Не обладаем инстаграмной кухней, поэтому вот такой же среднестатистический персонаж, который очень хочет снимать в Инстаграм. Собственно, это все, что мне понадобилось для съемки. И еще у меня был дополнительный реквизит, который, в принципе, как или так или иначе, всегда призван разнообразить композицию. Это салфетки под приборы, поскольку мы снимаем продуктовую раскладку. Это салфетки из Икеи. Вот у меня верхняя появилась совсем недавно, я купила в H&M. Две салфетки 300 рублей. Фотки обалденные с ними. И нижняя она из Икеи. Тоже типа рублей 250, наверное. Кухонные полотенца из Икеи. У меня, правда, другие из какой-то прошлой коллекции, лохматых годов. Но вот на штула похожие. Разделочки доска и хлеб. Хлеб. Ну, это странно, конечно, выбирать хлеб по фотогеничности. Но в передвижке, например, это фитнес-батоны какие-то. Ну, просто потому что они как-то по-другому пекут. Они не в обычный там вот этот нарезной батон. Ну, вот какие-то фотогеничные хлебы. Можно всегда найти. Всегда что можно добавить к съемке? Это же хлеб, может быть, фотогеничный. Коллеги, вы поняли, да? Как будто зелень, например. Просто, честно, я не подумала об этом, сейчас забегая вперед. Можно какую-то микрозелень купить. Там, не знаю, петрушка. У нее очень красивые листики. Можно всегда использовать в раскладке каких-то блюд. Очень клево. В общем, да, опять же, Швеция у нас, Икея. В общем, ну, вот такой вот был простой у меня реквизит. А что у меня было из камеры? Я снимала на айфон. Вот. Это, собственно, наверное, все какие-то такие лайфхаки. Атрибуты. Атрибуты, да, которые мне понадобились. Собственно, композиция по правилу третьей. Посуда у меня тоже не какая-то супер богемская или что-то. Это тарелка из Икеи. Я тоже, кстати, очень люблю Икею. Просто удобно, со вкусом, функционально. Все. Да, у меня вся мебель из Икеи дома. Я нежно люблю этот магазин. Потому что мне очень близок такой шведский стиль в этой простоте. Собственно, я выставила здесь непосредственно уже в настройках камеры квадратный кадр. и включила третий. То есть сетку с правилом третей. Собственно, здесь у меня получается... Здесь, кстати, даже просвет, говоря. Я снимала на кухне днем. И это горит не кольцевая лампа, а подсветка верхняя на кухне. То есть у меня светодиодная лампа там по периметру. То есть это вот даже она горит. Выглядит не очень круто. Но сейчас, потом мы дальше пройдем. И вот покажу вам с обработкой. В принципе, вполне себе сносно. Конечно, здесь... Да. Кать, получается, ты снимала это с рук вот так? Это сверху у меня стояла кольцевая лампа с наклоненным вот так айфоном. А, все, поняла. То есть, в принципе, это имитация, ну, вверх, входом вверх с рук. Просто поскольку я делала раскадровку для этой презентации, мне нужно было, чтобы положение не менялось. У меня была более замороченная схема. Собственно, здесь я использую такие же правила, тоже правила третей. То есть у меня два акцентных центра, которые мы, собственно, посмотрели несколькими слайдами ранее. В один я помещаю коробку, в другой помещаю тарелку. Как вы понимаете, кулинар из меня не очень. Поэтому я просто развела суп водой. Я вот так же ем. Я не добавляю ни в какие блюда. Я не понимаю. Это, между прочим, наша базовая кулинарная рекомендация. Так что не надо гневить свои кулинарные способности. Нет, я просто, когда посмотрела кулинарное велнос-шоу, я такая думаю, вот вы там готовите вообще. Мне даже в голову это не приходит. Я просто вот так ем, мне очень нравится. Сейчас книгу начнешь готовить, ты вообще прозреешь, я тебе говорю. Там такие рецепты, что просто... В общем, я, вы сами понимаете, моё кулинарное мастерство вот закончилось. Поэтому я очень люблю, очень люблю велнос-вот эти блюда, потому что можно просто добавить воды. Дальше. Вот, собственно, как преображается... Камера стоит в том же месте. Прям вот точно в том же. Как преображается композиция, обогащается, когда мы добавляем в неё какой-то реквизит. Добавила салфетку вот икеишнюю и, собственно, ложку. Во втором случае ещё обогатила немножечко разделочной доской, чтобы поживее было. Здесь изюм в чём? У меня такая вот серая каменная столешница, особенно без текстуры. И когда мы добавляем какой-то реквизит текстурный, например, салфетку или, например, доску, то сразу наша композиция обогащается вот этой текстурностью, которую, когда уже кадр там финальный, хочется разглядывать. То есть она становится немножко поприятнее. Здесь, кстати, если вы заметите, как отрабатывает... К вопросу света и камеры. Как отрабатывает камера телефона все нюансы цветовые. На левой картинке нет доски, и она смотрится немного более жёлтой, потому что... Чем на правой. Я не знаю, если у вас цветопередача монитора, с которого вы смотрите сейчас эту презентацию, позволяет это увидеть, на самом деле это есть. Если вы смотрите с, не знаю, с айфона, то точно увидите разницу, потому что у него там немножко по-другому алгоритмы цветовой работы. Но, в общем, когда в кадре появился жёлтый объект, он всю картинку немножко сделал холоднее. То есть вот тут даже можно заметить, это без обработки, без какой-либо, это просто голые фотки с телефона. Здесь можно заметить, что вот по тарелке это особенно видно, что на левой картинке тарелка более жёлтая, чем на правой. Так, темнее даже, я бы сказала. Да, телефон, штука умная. Он запрограммирован на то, чтобы делать красивые картинки. И, в принципе, он сам за нас немножко какие-то вещи дорабатывает и отрабатывает. Вот. Дальше переходим вот такому обогащению нашей композиции. Здесь я добавила ещё, собственно, тарелку. Патогеничный хлеб. Да, патогеничный хлеб. Так, в следующем, там, вот на правом слайде, на правой картинке уже добавила полотенце тоже, как бы, да, языки на кухне нашла какое. Сейчас про Инстаграм сразу вопрос упал. Нет. Давай сначала про картинки, а потом уже вопросы. У меня просто, я же как этот, мне надо, если что-то моргнёт, я сразу внимание переключаюсь. И в этом плане творческие люди, мы как дети. Мы не можем долго фокусировать внимание где-то в одном месте. Нам надо вот это вот всё. Вот. Не видят слайды, вот пишут нам. Скорее всего, если вы зашли с телефона, вам нужно, там есть кнопочка дополнительная, презентация, и тогда вы увидите эти слайды. А вы, кстати, пишут ещё, что не видно. Елена пишет. То есть, это правильно я понимаю, вот презентация, где сверху, да, под строкой? У нас, может быть, по-другому. А ты с телефона зашла? Нет, я с компьютера. Ну вот, я тоже с компьютера. А, всё нашли. Всё нашли, всё. Тампа всё отлично. Давайте вернёмся, я ещё раз продублирую. Там, на самом деле, нескольким людям было не видно. Ой, а можешь переключить меня, пожалуйста, на начало? Ты имеешь в виду на первую слайду? Нет, нет, чуть-чуть. Да. Вот, мы говорим про эти картинки. Давай сверху я ещё раз продублирую, быстренько продублирую, чтобы всем было понятно, что мы говорим. Собственно, у меня была коробка с продуктом, была тарелка, я размешала продукт и поставила их по третям в пересечении, собственно, этих линий. Ну вот, получилось у меня таких два акцентных центра. То есть здесь, ну, как мы обсуждали с вами в композиции с кругом и треугольником, взгляд начинает перебегать от коробки. То есть первое, что мы видим, это коробка. Мы видим продукт. И дальше мы видим, ну, если говорить о легенде этого кадра, дальше мы видим то, что происходит с продуктом после того, как мы добавили вну воды. То есть как бы основной месседж композиции в том, в этом, собственно, в том, что мы, как бы, зрителя ведём от продукта к результату. Переключаясь дальше, тут говорили о том, что добавляя какой-то реквизит, мы немножко обогащаем голую композицию текстурами. И эти текстуры заставляют нас немножко подольше смотреть, так скажем, залипать на нашей картинке, вот, разглядывать. То есть здесь у нас салфетка текстурная, и, в принципе, такая она интересно выглядит. Вроде какая-то деревяшка появилась. Деревяшка, кстати, забегая вперёд, композиция, когда она просто на мраморе или на каком-то камне, она выглядит холодной, потому что, в принципе, это поверхность холодная для восприятия. Текстуры дерева, например, там, не знаю, какая-нибудь вот условно там подушка, она всегда будет казаться теплее нам. Поэтому, если мы добавляем в свои композиции немного дерева, там, не знаю, добавляем ткань, собственно, что дальше вот я добавила. Мне кажется, слушай, а вот если, ещё говоря про текстуры, про дерево, вот те новые визуалы с продуктами wellness, там ещё в рамках дерева, дерево мы же понимаем не только как какую-то подложку, мы же можем понимать это как росточек, цветочек. Это уже другое, это уже, знаешь, философия жизни, это уже более такие какие-то тонкие понятия. То есть, если мы хотим создать какой-то уют, то вот мы добавляем какие-то тёплые, во-первых, тёплые цвета, дерево обычно всегда какой-то тёплый цвет имеет. Здесь, например, дальше, да, я добавляю хлеб. Хлеб это всегда, у меня был один, сейчас расскажу секрет, ну, свою такую личную историю, у меня был один проект в Италии, мы делали, как это сказать, дизайн интерьера для пекарни. И там была очень классная философия, мне она понравилась про хлеб, что в итальянском хлеб это пане, и оно очень перекликается с падре, то есть отец, и то есть хлеб, отец, вот эта жизнь. И у меня с тех пор хлеб начал ассоциироваться с какой-то вот этой очень тёплой такой атмосферой, и вот как раз это про, наверное, жизнь, заботу, там хлеб всему голова, как у нас, да, говорят. Вот, поэтому, собственно, как бы хлеб к супу, это всегда уже композиция ставит всегда теплее, всегда приятнее, всегда более домашнее. Домашнее, да. Про обед, про какую-то традицию. Вот, и, собственно, здесь мы добавляем уже такие финальные кадры, добавляем сюда, собственно, хлеб, и здесь вот чуть-чуть на самом... Зависло у всех, кто-то завис. Я зависла? Напишите. Нет, нет, не зависла, ты все хорошо. Это, видимо, коллеги, вы, конечно, пишите, если есть какие-то комментарии, но зачастую это связано с качеством связи в конкретном взятом регионе, я не знаю, доме или провайдере. Да, да, такое может быть. Вот, и, собственно, если, кстати, может быть, зависло, просто выйдите и зайдите заново. Нажать на вот это вот обновление. Обновление, да. Вот, собственно, здесь уже к финалу, так скажем, мы добавляем полотенце, которое тоже добавляет такого уюта, и здесь вот, если вы заметите, хлеб, он немножко такой вылетел из композиции, но при этом все равно сохраняется вот эта такая зрительная вот эта динамика от, собственно, коробки к тарелке и уже к тарелке с хлебом. То есть такая на возрастание идет композиция. То есть движение получается... Сейчас попробую нарисовать вот так, такой вверх, в другую сторону рисую. Вот, в общем, вверх движения идет все равно, то есть композиция, что мы, собственно, говорили, такая возрастающая, достаточно позитивная. Такой вот кадр у меня получился, и если мы говорим, например, о... Это снято дома, на телефон, это без обработки, здесь горит только посредка кухни. Я напоминаю о том, что прикольную фотку можно сделать дома. И дальше я поиграла с обработкой. Это два фильтра наложенных, ну, как бы, не сказать, что случайных, но одних моих любимых фильтров. Слева более теплый, справа более холодный. Вот. И, на мой взгляд, вот так вот с фильтром композиция выглядит достаточно хорошо. Ее можно запостить там в свой личный Инстаграм. Если мы бы, например, снимали бы у окна, снимали бы с естественным светом из окна, композиция выглядела живее. Но, опять-таки, не у всех есть такая возможность, но, в принципе, с подручными средствами можно снять достаточно красивую, классную композицию. Небольшой такой лайфхак от меня. По тому, как снимать из окна. Честно, я просто не смогла нагородить всю эту конструкцию у себя дома, но если у вас есть какая-то коробка, ее можно накрыть какой-нибудь скатертью и поставить около окна. И имитировать этим стол. И также точно такую же раскладку снять у себя на столе. Очень классно, опять-таки, как такие столы. Всегда можно использовать гладильную доску или сушилку для белья. То есть, такие какие-то лайфхаки. Там, условно говоря, если, там, не знаю, у вас ваш инстаграм, сейчас как можно... Фотография не подходит в мой профиль. Вот. Какой звук, да, странный? Нормально, нормально. Или это просто какое-то что со связью. А там фотографии не подходит в мой профиль. На самом деле, любая фотка подходит в ваш профиль, если вы сделали ее нормально, если вы подготовились. Если вы не взяли так вот телефон, не щелкнули сверху и подумали, а, я за почту. Всегда можно подготовиться к кадру и, например, снять на гладильной доске. Укладка находит красиво. Если, опять-таки, если у вас там нет деревянной кухни, она вообще никак не подходит. Вот. Если, кстати, если интересно, этого нет в этой презентации, но если интересно, поставьте там какие-нибудь галочки, могу рассказать, с какими двумя приложениями я пользуюсь для обработки фото. Это бонус информации. Никогда этому не смею. У нас 15 минут еще таких козырых. Так сказать, рассказывай. Кстати, я не хочу дополнительный вопрос. В каком случае лучше использовать теплый фильтр, в каком холодный? Просто вот используется. Или это up to you? Слушай, тут всегда up to you, на самом деле. Если мы говорим про... Так, вот видишь, у меня тоже просто что-то с помехами звук, поэтому я тебе спросил, вопрос задавайте. Или, может, это связь? Это, наверное, связь. у меня тоже чуть-чуть перерывается. В принципе, звук норм. Ты тут? Я здесь. Меня слышно? Да-да-да. Что-то, ну, не знаю. Коллеги, будем... Ну, как-то я не знаю, как это побороть, но вроде сейчас нормально. Вот у меня тоже бывает, что кто-то слышит, я тоже это слышу. А давайте я попробую свой микрофон. Спасибо. Давайте я сейчас подключусь к нам. Не, на самом деле, ничего не изменится, мне кажется, посмотрим. Ну, ладно. Прошу прощения, что у нас такая трансляция. Я надеюсь, что будет все хорошо в записи слышно. Может быть. Про фильтры. На самом деле, здесь всегда зависит от того, если мы говорим про личный блог, зависит от того, как вам нравится то, как он выглядит. В первую очередь, на самом деле, водка должна нравиться вам. Вот если смотреть на эти две картинки, левую я бы себе не запостила, но вот правую могу, потому что мне больше нравится... А, вот теперь... А, вот. Ты бы запостила холодную, да? Да. Да. Все. Вот. Я бы запостила холодную, потому что просто это мой личный пункт. То есть здесь, как вам нравится. Рассказываю про два приложения. Мои, которые мне нравятся. Обещала я, потому что ты меня прям привлекла к вопросам. Ты видишь, там люди пишут. Я использую в обработке два приложения. Даже, на самом деле, одно чаще другого. Я использую Беско. Давайте, хотите... Читый в чате сразу. Ну, в чате. Но, на самом деле, здесь... У него, кстати, даже классная бесплатная версия, потому что в большинстве своем те фильмы, которые платные, даже не нужны. А второе приложение называется Сухов Ап. Это тревел-блогер Сергей Сухов сделал его. Оно очень классное, но его нужно покупать в платную версию. Написал в чате. Лучше покупать платную версию. По-моему, у него по умолчанию надо за нее заплатить, потому что первое время сколько-то дней бесплатно, а дальше за нее стоит заплатить, потому что, например, вот эти две фотки, они обработаны, они сняты на телефон, как раз, они обработаны как раз в приложении Сухов. и там, в принципе, достаточно большое количество фильтров, которые сделают на любом классном. И плюс еще работает на видеоформат, что тоже, кстати, бонус, потому что сейчас видюшки набирают популярность, и если в вашем Инстаграме и в вашем блоге много видеоконтента, то это вам только... Вот. Так, давай там... Давай сейчас пройдемся по вопросам. Да, давай, как раз у нас, я думаю, осталось на это время. Да. Так, 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 коллеги, пишите, я видела, что там был вопрос про Инстаграм, сейчас я его найду, с чем он был связан. Правда, что Инстаграм удобно и выгодно для подписчиков ставить опросы и тексты правила перейти с точки пересечения. в точке пересечения. Если мы говорим о сторисах... Давайте сейчас если мы говорим про поступающего не видно. Как это? Ты меня видишь? Да, в сторисе. Я тебя вижу. Это значит индивидуальные какие-то моменты. Да. Отвечаю сразу. Да, Наталья, да, это два приложения ВСКО и СУФАП. Это два разных приложения. В общем, попробуйте, то одно и одно и другое. Ну, я думаю, что вы найдете в себе классный фильтр. Если мы говорим про сторис, сразу скажу, что, например, если мы лепим текст на фотку в ленту, то Инстаграм взрывает охваты и показывает фотку реже. поэтому я не рекомендую лепить текст на фотку, даже сама в своем личном блоге так не делаю. Вот. Если мы говорим про сторис, то тут, наверное, правильнее выработать какой-то свой единый стиль. То есть, например, если вы замечали, в Airflame есть определенный гайдлайн, который называется мы центрально, это реально на русский так и переводится, мы центрально ориентированный бренд. То есть, у нас все какие-то надписи, они в большинстве своем будут всегда по центру. То есть, это у нас по бренд-гайдлайнам. То есть, что называется, наш стиль. Если у вас какие-то, например, другие предпочтения, то почему нет? А если вам хочется приделать посередине, то как бы пожалуйста. Сторис это такой ситуативный формат, и, например, если вы решили, что у вас должна быть надпись всегда по правилу третей, ну извините меня, у вас там котик, то, ну зачем туда ставить надпись или голосовалку, если объективно котик наберет гораздо больше зрителей, там репостов-перепостов, чем ваша голосовалка. То есть, тут надо больше смотреть по ситуации и понимать, что ваша история, она там живет сутки, и если, ну как бы здесь важнее в принципе контент, важнее там может быть какой-то посыл, какой-то интрига, которую вы развиваете в истории, вот. Понятно, что лучше, наверное, не располагать один текст у вас там над головой, другой внизу, потому что зритель просто за 15 секунд он не успеет это считать, он залипнет где-нибудь на котики, и в итоге про ваш надпись и все забудут. вот, тут нет какой-то такой рекомендации в плане прям композиционных каких-то штук. Если вы готовите, что называется, вечные stories, да, highlights, то тут, конечно, можно заморочиться, поставить как композиционно выигрышно, как-то добавить какие-то, может быть, там, ну, чтобы как-то логично было, например, сначала у вас какой-то, сначала у вас, например, какой-то, представляем, что у меня история, сначала у вас, например, какой-то композиционный там текст, например, там, я поехала в Гватемалу, были ли вы в Гватемале, да, нет, то есть человек у вас будет считывать, что типа, ага, ты в Гватемале, а дальше голосовал, то есть он будет идти вот по этой линии следовательно, но если вы просто постите я в Гватемале, то неважно где, главное, чтобы лицо ваше не перекрывалось и там котика, который выиграл, вот это моя такая рекомендация, тут не заморачиваться. Коллеги, у нас осталось буквально 4 минуты, если есть еще вопросы к Кате, пишите, либо уже мы пока с Катей начнем подытоживать сегодняшнюю нашу встречу. Я считаю, что встреча удалась на максимум, да, это вот такое логическое продолжение разговора про соцсети, причем разговора с профессионалом, но на понятном русском, да, вот в таком языке, когда тебе доходчиво объясняют, почему, не просто говорят, делай так, а почему, потому что, да, а потому что вам объяснили, зачем это нужно, как это применяется, и главное, вам показали это на практике, да, на нашем основном инструменте для работы с клиентами, это наш каталог, где искать запись сегодняшнего и завтрашнего, ой, сегодняшнего вебинара. Коллеги, напоминаю, что все записи вебинара в рамках обучения wellness выкладываются на следующий день, либо чуть дольше, выкладывание занимает, потому что, опять же, это процесс, в котором не только я участвую, да, но и коллеги из других отделов, поэтому вот этот процесс выкладывания, он, возможно, займет дня два. выкладываются все записи на YouTube канал Reflame Россия, официальный канал, там есть отдельный плейлист обучения wellness, и именно там вы найдете это, это видео, этот вебинар уже, я надеюсь, что завтра. Если говорить про презентацию, она также будет в вашем доступе, и в нашей коммуникации, в наших официальных каналов коммуникации с вами, это чат wellness и скинки отчат, или это канал Reflame продукт в Telegram также, я дам ссылки как на запись, так и на выложенную презентацию, кстати. Вот, это все, что касается обучения. В рамках этого плейлиста по категории wellness вы можете выходить и находить другие записи актуальные для wellness обучения, это и про продуктов линейки в целом, и предыдущие записи тренинга wellness бизнес. Следующий теннинг состоится 30 марта, тоже не прощаемся надолго, мы уже переходим во вторую часть обучения, как сказать, еще три вебинара у нас состоят, и далее мы также вам дадим тест, мы разработаем с коллегами сертификат, и у вас будет возможность стать сертифицированными знатоками продукции wellness, не только знающими историю преимущества продукта, но и имеющие главное, правильно и корректно красиво в том числе предлагать продукты. Катя, собирай комплименты, это все спасибо вам огромное, я очень рада, что вам понравился такой воркшоп, и что он полезный, там я увидела у меня про сериаккаунт, мой инстаграм, я написала, не знаю, терять серия, нет, мой инстаграм-аккаунт iron.key, вот, как это, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вот, на самом деле, мне будет приятно, если вы будете делать какие-нибудь картинки и отмечать меня, я с удовольствием буду следить за вашими успехами в медиа, фотографии, всегда это интересно, классно, вот, главное, буду радоваться тому, что мои сегодняшние советы, лайфхаки были для вас полезными, вот, огромное спасибо за обратную связь, за мобликционность и за... У меня есть мнение, да, сейчас, мы закончили на этом вебинаре, но это мы обсередуем с тобой позже, может быть, мы замутим какой-нибудь конкурс от тебя в рамках прошедшего обучения и отработки полученных знаний, преображения и навыков, поэтому мы подумаем об этом, но вернемся к вам с информацией шуточку позже. Ну, все, коллеги, спасибо огромное, рада, что есть не только интересно, но и полезно, на это мы и рассчитывали, и всем до новых встреч в рамках обучающего курса от команды ЛНС. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.